Значит, вы будете смеяться, ну, во-первых, я, в общем, относительно вырос без отца, не единичный случай, прямо скажем, там, с 12-летнего возраста, и заниматься тем, чем я занимаюсь, занимался, правильно будет так сказать, то есть там журналистикой, телевизионной деятельностью, принципиально мне не хотелось на самом деле. Более того, время было не такое трудное, и, наверное, в старших классах, то есть в начале 90-х, когда страна голодала, журналисты там жили впроголодь, спортсмены тоже, я играл в профессиональный баскетбол, у меня были такие мечтания, но мой приятель, там, игравший в команде «Спартак» в Санкт-Петербург, получал 200 долларов в 93-м году, а мой одноклассник Жорик огромного размера, который торговал паленными кассетами аудио в ларьке у московского вокзала, получал 1000 долларов, будучи учеником английского 11-го класса, а не здорового мужика. Представляете себе, естественно, совершенно были смещены в тот момент желания и так далее, и вообще, честно говоря, я для себя планировал, конечно, карьеру какую-то бизнесовую или юридическую, чем я, собственно говоря, и начал заниматься, а потом, вот, как я сюда попал, ну, случай, помноженный, конечно, на фамилию. Предложили, предложили неплохие деньги, предложили попробовать в 98-м году, сходу поставили в кадр, там я 33 раза обкакался, из кадра выпал, и уже дальше потекло, поехало, значит, избежать, видимо, участи журналистической было невозможно. Хотя, хотя, отец, который никогда не помогал мне финансово, а всегда помогал советами, зато щедро меня очень именно снабжал, он категорически был против. Ну, как бы, не то, что он не мог на меня повлиять, он говорит, нигде не занимайся этим, не надо. И вот сейчас, когда тебе, мне уже 37, и какая-то большая часть жизни позади, и ты приходишь к тому, что тебе органически неприятно работать на современном российском телевидении, органически, по степени внутренней порядочности, просто вне зависимости от политических взглядов, от того, что там происходит, я понимаю, как он был прав, какая мразотная профессия, если честно, и врать людям, или работать на аудитории, которая не является кругом твоего общения, потому что круг моего общения очень разный по социальным доходам и всему остальному, но это люди все думающие, образованные, которые телевизор не смотрят, это колоссальный профессиональный кризис, а быть там, вести туповатое ток-шоу на первом канале, которое, наверное, кому-то нужно, но, так сказать, не хочется, не хочется. А то, что хотелось бы делать, к сожалению, в ближайшем, вовозримом будущем на телевидении востребовано не будет нашим. И это большой профессиональный кризис, к которому я пришел в итоге вот 37 лет. Спасибо большое Серебряному Дождю, и нас и так-то вот немного осталось на рынке за то, что позволяет просто честно говорить с аудиторией о том, что тебя интересует, и так, как ты считаешь это нужным, примерно так, как мы это сделали сегодня с вами. Это единственное, что меня вот держит на данный момент в профессии, потому что есть и другие, я давно уже понял, к чему все идет, еще лет 7 назад, наверное, и подстраховался, есть какие-то маленькие бизнесы, которые подкармливают, вот, а в карьере, к сожалению, такой сложный кризис, честно говорю, бывает.